привет 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 всем привет как всегда на тренировку и как всегда эфир и подкасты и подкасты за рулем друзья очень бы хотелось бы чтобы обращение все было в фронт не очень приятно что внимательно слушайте меня и потом эфир пересматриваете на ютубе или в записи на фейсбуке же вот есть обсуждение там определенные вопросы которые потом уже возникают но всего интереснее всего лучше когда общение идет непосредственно прямой я понимаю что я конечно разговариваю вам приходится писать но черкнуть там какое-то свое мнение или вопрос не так и сложно да ну или в конце концов если вы просто согласны с тем что я говорю то можно просто плюсануть отправить плюсик ну и не забыть поставить там где сердечко да мне приятно быть что я вижу что не в пустую и все это идет когда я в прямом эфире непосредственно так вот про стилеводики каратэ что что такое да почему я о нем хочу говорить ну я так понимаю что я не знаю всей это что истории предыстории после значит истории вот о развитии всестилевого карате ну учитывая то что там президент михаил сам крысин я не знаю сейчас он или не он но в свое время они развивались как значит косики карате а потом вот образовалась федерация всестилевого карате вот знаю там иншаков не последнюю роль играет он там тоже чего-то как-то вот но суть то не в этом суть вот о чем что же такое всестилевое карате вообще это карате или нет ну вот скажу сам сразу вперед забегая я считаю что да это карате это карате это направление вот а теперь чтобы интриги никакой но не было уже я просто расскажу из чего выросла эта тема а выросла она вот из чего значит обсуждал в каком-то значит из эфиров ммэй и потом был комментарий о том что ммэ это не вид спорта и и не вид единоборства а это наборники правил и и и вообще это не набор правил даже а это те значит организации которые проводят бои без правил вот такое было мнение у человека ну человек явно в данном вопросе в данном конкретно я не говорю вообще боевых искусствах данном вопросе не компетентен я ответ дал что как раз ммэй это микс маршал партс а то есть это смешанные боевые искусства то есть а у нас в россии есть аббревиатура такая сбы и смешанное боевое единоборство и что как раз это не только спорта на кредитованы в узком спорте а еще и боевое искусство самостоятельно сформировавшись и другой человек пишет ну и что чтобы это объединили вот это объединили значит карате во все стилевое карате смешнее организации я не встречал я прям дословно цитирую вот это как понимать из мастер спорта по какому виду спорта по какому карате как бы ни о чем близко к тексту стата вот мне сразу я сразу сам не подумал а я ведь тоже с мастер спорта по карате и когда я получал свою книжку то есть удостоверение и сам значок мастера спорта то собственно говоря там просто написано мастер спорта по карате а сейчас выдают по моему мастер спорта боевым искусством что ли вот так вот я честно говоря не знаю даже как это выглядит сейчас у меня мастер спорта по каратэ до вот так вот видите никакого там нету значит указания на направлении и значит получается а по какому я каратэ мастер спорта с другой стороны это что для каждого вида каратэ который существует если человек хочет получить разряды самые спортивные именно не данные а спортивные разряды для каждого вида каратэ надо значит аккредитацию пройти в госком спорте да так что не получается и ээ будет мастер спорта пошатока мастер спорта побоёте и мастер спорта по сейчас масти и мастер спорта погоджери упакина вскому мастер спортом угородeyed и по японскому а это так уж что ли получается нет конечно 0 и у социальной а как-то соревноваться надо им между собой в том числе. И понятно, если они как-то находят какие-то компромиссы в соревнованиях в бесконтактном виде, в GKA, в KF, то если они хотят соревноваться по контактным видам, то у нас ничего больше нету, как вот такого всестилевого карате. То есть те бойцы из всех разных видов карате, которые хотят соревноваться и опробовать свое направление, свой стиль в контактных соревнованиях, занимаются, выступают под эгидой федерации всестилевого карате. А вот теперь что же такое всестилевое карате? Это федерация, это направление боевого искусства, это вид спорта, что это такое? Вот тут тоже, если я в ММА однозначно высказался, что это и вид спорта, и боевое искусство, то вот относительно карате я такого сказать, наверное, не могу. Почему? Ну потому что в карате действительно существуют разные виды карате, самые разные. Традиционные, ортодоксальные, новоделы, но они прям ярко такие, как они считают, выраженные, самобытные, своеобразные, своими структурами и, конечно, загнать их под одну эту гребенку и сказать, ребята, вот все, забудьте, что вы делали, вот есть определенное направление, в рамках его вот работайте вот так. Вот это не получится. То есть реально во всестилевом карате кто выступает? Люди, действительно, которые занимаются разными видами боевых искусств и однажды сходятся на соревнованиях, чтобы выступить по каким-то унифицированным правилам. Значит, первое, всестилевое карате это все-таки некая система правил и некая система федераций, вернее, и некая федерация, которая проводит, вернее, сам соревнования по этим правилам для разных видов и стилей карате. Значит, получается, что всестилевое карате это, прежде всего, организация и свод своих правил, да, поэтому могут быть масса всяких разных секций по годжури, они могут своих быть в федерациях, но выступают на соревнованиях по всестилевому карате. Если им для этого надо вступить в федерацию всестилевого карате, ну что ж, придется в нее, наверное, еще и заодно и вступить. Это как некая дань, как вот, например, там, олимпийцы, да, есть олимпийские комитеты, то есть люди могут заниматься в разных клубах, там, ЦСКА, Спартак, не знаю, каких-то еще, а есть олимпийский комитет, если кто-то выбивается туда, то сформируется олимпийская сборная, да, вот, то есть, который едет соревноваться на олимпиаду по олимпийским правилам и так далее. Вот, получается, здесь тоже самая такая же система, практически, для того, чтобы посоревноваться по определенным унифицированным правилам, приходится, значит, соответствовать. Вот. Второй момент. Является ли это видом спорта как таковым? Ну, раз аккредитовано госкому спорту, то по формальным признакам однозначно является видом спорта. Вот. То есть, все. Это вопрос закрыт. Оно по формальным признакам. А по реальным признакам является видом спорта? Да, является, потому что некоторые спортсмены входят в эту федерацию только в нее и больше ни в какую. То есть, они приходят изначально не из каких-то куджурюшу, токаны, откуда-то еще, а сразу занимаются непосредственно в этой федерации. Ну, вот. То есть, они занимаются спортом, который называется всестилевое каратэ. А вот теперь приходим к такому пониманию, что, скорее всего, с течением времени всестилевое каратэ еще и превратится и в определенный вид боевого искусства. То есть, после того, как разные бойцы в течение многих лет будут соревноваться на соревнованиях на самых разных, а бойцы эти из разных стилей, то в рамках тех правил, которые существуют в всестилевом стиле каратэ, какие-то техники покажут себя наиболее эффективными. И, соответственно, все бойцы, готовясь к соревнованиям, будут в основном тренировать эти техники, что неминуемо придет к тому, что те бойцы, которые занимаются в системе и выступают в системе всестилевого каратэ, начнут унифицировать свою технику под ту, которая реально хорошо работает на соревнованиях по кумите во всестилевом каратэ. И начнет складываться свое направление, как вид боевого искусства. То есть, что-то отбросится полностью, что-то дополнится. То, что работает в стиле, интегрируется друг в друга. И через какое-то время мы не увидим абсолютно никакой разницы между бойцами из разных направлений. Будут выступать бойцы, которые представляют вроде как бы разные клубы, школы, направления федерации, различные рю. Но, тем не менее, разницы мы не увидим, потому что они будут работать примерно одинаково. Вот так вот. А в ММА немножко по-другому все произошло, потому что они происходили именно так же, абсолютно точно так же. В самом начале, когда в ММА приходили бойцы из самых разных направлений, участвовали в рамках одного шоу. А потом, когда долгие годы прошли, ну, не долгие, но долгие, условно говоря, годы прошли, отсепарировались, унифицировались различные техники, произошла, опять же, интеграция. Когда появились все тренеры, которые тренируют непосредственно ММА, когда появились бойцы, которые с самого начала приходят в секции ММА, или рано начинают заниматься, там, ММА после секции борьбы, и дети, когда уже начинают заниматься в секциях ММА, а не взрослые, просто выступать по правилам ММА. То есть, когда дети уже приходят в секции ММА. Маленькие дети, которые потом идут на соревнования. Все. Понимаете? Это все. Это свое уже абсолютно направление, которое выработало свою технику, свою базу. Все абсолютно. Вот здесь то же самое произойдет, скорее всего, вовсе в стилевом каратэ. К чему это все ведет? Это, понимаете, вот эта глобализация, она неизбежна. Эта интеграция, она неизбежна. В каратэ, а в том числе, если ММА, скажем так, интегрирует в себе все боевые искусства, и если боец реально хочет стать универсальным бойцом, чтобы реальнее только жизнь, он занимается ММА. Что касается каратэ, если боец, занимающийся каратэ, хочет, чтобы его каратэ было самым, ну, реальным каратэ, настоящим, чтобы оно работало, да, он будет, просто неминуемо придет к системе всестилевого каратэ. Ну, или в Кудо, который, по сути, наверное, является тоже интегратором различных направлений, которые хотят, в том числе, выступать и по контактам каким-то правилам. Ну, то есть, не деться от этого никуда совершенно. Интеграция неизбежна. Что бы ни говорили портодоксы, хранители чистых, в том числе, традиции, я ничего не имею против, чтобы они эти традиции исходяли. Но, когда они говорят о том, что их направления реальны, нет. Теперь уже можно сказать с уверенностью точно, что они нереальны, в том плане, что они, конечно, работают. Но работают они против тех, кто не умеет адекватно работать, условно говоря, кто не имеет опыта боев, не имеет опыта соревнований. То есть, против человека с улицы они работают, условно говоря. К тому, если мастер очень хорош, рез и резок, он сработает против любого мастера другого направления или этого же, но того, который, ну, заведомо конкретно хуже. Вот так вот. Но если человек занимается интегрированными сам стилями, унифицированными, то, скорее всего, любой человек из чистого направления какого-то, из чистого стиля, скорее всего, ему проиграет. На соревнованиях проиграет однозначно. То есть, вне всяких сомнений. На улице? Ну, на улице есть масса моментов. Жизнь, конечно, штука интересная. Там звезды по-разному встать могут. Может быть, и ветер в лицо, и пыль, и что-то еще. Звезды, я говорю, просто неправильно с вами встали. Можно поскользнуться. Вот. Потом человек может начать атаку неожиданно, внезапно, из-под тяжка, сыграть определенным образом свою актерскую роль, такую, чтобы непонятно было, откуда что-то прилетело. Тогда да. Реальность штука сложная. Там даже человек, не владеющий серьезно боевыми искусствами, но обладающий хорошо, имеется в виду, не владеющий технической самой базой хорошо, но хорошо понимающий стратегию и тактику реального поединка, может на улице одержать победу просто за счет понимания того, как надо себя вести, и в какой момент и как атаковать, и что-либо делать. Здравствуйте, здравствуйте, кто подсоединяется. Жалко, что вы присоединились к эфиру позже, потому что сейчас уже пошли так на отступление. Основная часть была, условно говоря, высказана уже, поэтому рекомендую вам обязательно пересмотреть эфир с самого начала, кто после подсоединился. Ну и обязательно оставьте свое мнение, обязательно. Если вы смотрите на Ютубе, это в записи, потому что это видео появится в Ютубе в записи, тоже оставьте там свои комментарии, записи, отметки, лайки, антилайки, обязательно. Обязательно. Если ставите дизлайк, то прокомментируйте, ведь интересно все-таки, интересно ваше мнение. Так что считаю, что всестилевое каратэ имеет абсолютное право на жизнь, оно должно развиваться, развиваться активно, и, безусловно, оно станет даже не просто видом спорта, а самостоятельным видом боевого искусства, как это случилось с ММА. Вне всяких сомнений. Я понимаю, конечно, тех, кто исповедует и проповедует, и исследует, и является адептом чистых боевых систем, чистых, это в кавычках имеется в виду, в ортодоксальных каких-то конкретных чистых направлений, например, каратэ шотокан, или каратэ шиторю, или каратэ годжу-ю. Я понимаю, понимаю. Когда долгие годы занимаешься одним и тем же, и достиг в этом какого-то результата, начинаешь в чем-то понимать, хорошо разбираться, ну, или лучше, чем другие, по крайней мере, то, конечно, хочется, чтобы это вот и было самым правильным, и самым важным, ну, понимаете, какая штука? Есть очень простая вещь. То, что стоит на одном и том же месте, и не стремится к изменениям, любая система, не стремящаяся к изменениям, она однозначно деградирует, даже если абсолютно сохраняется в неизменном виде, в котором она была. Почему? Потому что в жизни появляются новые тренды, в мире появляются новые тренды, все течет, все изменяется. Тренды появляются не только из-за моды, они появляются в связи с теми обстоятельствами и в угоду тем обстоятельствам, которые в нашем мире нас окружают. И если когда-то появились чистые ортодоксальные стили, они появились, как говорится, на повестку дня, на злобу дня появились они. То есть тогда, когда они были нужны, когда они были востребованы в том виде, в котором они есть. Сейчас они в этом виде уже не нужны и не востребованы. Разве как исторический какой-то момент, исторический фактор, элемент культуры, но не более того. Остальное-то все поменялось, понимаете. И поэтому любая система, которая, я говорю, даже в самом лучшем неизменном виде сохраняется, учитывая тот факт, что время течет и изменяется, это и есть прямое движение назад. Я не скажу, что это какая-то конкретная деградация, совсем жуткая, нет. Но это регресс, это регресс, то есть откат. Откат назад в отношении, если это как бы сопоставлять с течением времени. Это эволюция, понимаете. Чтобы эволюционировать, любая система должна изменяться. Изменяться. Должны быть мутации. Какие-то мутации вредные, отомрет. Какие-то мутации полезные, это приживется, потому что они больше способствуют выживанию. Понимаете. Тут, правда, другой важный вопрос. Что важно понимать под полезными мутациями? То, что играет больше в угоду самозрителю и шоу, это одно. То, что больше идет в угоду боевой системы, как наиболее эффективной системе, это другое. Но эти, как правило, вещи все равно развиваются параллельно. И одно без другого невозможно. Нельзя сделать шоу на том, что просто красиво, но совершенно нереально. Не будет интересно. Почему и так набирает большую популярность ММА? Потому что, я говорю, реальней только жизнь. Я, конечно, понимаю, что если бы бойцы вообще бы дрались бы насмерть, то это бы вообще шоу было самое бы, наверное, поинтересное, если бы они дрались просто реально, без правил вообще. Но это нельзя, конечно, это недопустимо совершенно. То есть, на самом деле, важно понимать, что существуют какие-то разумные пределы, рамки и все такое прочее. Ну что, ребят, в общем-то, на самом деле, я на тренировку-то подъехал уже. Я уже на месте, там, где надо. Ну, могу еще немножко в эфире поприсутствовать. Если вам интересно, хотелось бы услышать какие-то вопросы. Или согласитесь, не согласитесь. Поставьте, говорю, лайки, дизлайки. Или дайте какие-то свои комментарии по этим вопросам. Прокомментируйте. Да. Ну, по поводу ортодоксальных стилей я уже много высказывался, на самом деле. Ничего не имею против. На самом деле, почему я могу говорить об этом, ну, со знанием дела? Насчет ортодоксальных стилей, может, и не могу. Ортодоксальными я же называю такие старые стили совсем. Там, которые уходят корнями. Или пытаются считать, что они уходят корнями, там, в такую древность, там, из Китая, там, и все такое прочее. И чем они считают, что они лучше делают, смотри, похоже на то, как делали сто с лишним лет назад, тем, соответственно, это лучше. Блин, ребят, ну, это вообще просто отстой. Извините меня, конечно. Если только это, если это является самоцелью, если самоцелью является повторение полное того, что было сто лет назад, это полный регресс вообще. Другой вопрос, что взять базу, изучить ее, понять корни, истоки и развиваться дальше, обладая современными самознаниями. Вот это вот, да, работает. Кстати, меня вообще просто прикольнуло, когда мои, значит, оппоненты, в том числе, есть один такой оконтуженный в шапке со звездой, Изуя Чирю. Все его знают, поэтому я не буду называть его эту фамилию. Скажу лишь одно, что таких справляет только могила. Там игра слов. Кто знает, тот самый понимает. Вообще меня это самое прикольнуло. Он все время выступает оппонентом. Мне, ну, по крайней мере, сам бы и выступал. А потом смотрю в другом диалоге с другим человеком. Абсолютно моими же словами соглашается с этим человеком. Обалдеть просто вообще можно. То есть полностью. То с пеной, значит, у рта доказывает то, что ортодоксализм это просто краеугольный камень всего, что все в секретах сокрыто, в тайнах школ, что нужно стремиться к старине, что вот 5-10-е. Другой авторитетный мастер из Белоруссии заявляет, что секреты настолько велики, что их иной раз надо даже прятать от учеников, не дай бог, подсмотрят. Имея в виду, я так понимаю, наверное, то, что не все, в общем-то, надо, иначе это только портит. И тут же происходит соглашательство этого звездоносца, значит, который говорит, да-да-да, конечно, конечно, важно, важно, конечно, брать из старины, но основываясь на современных научных знаниях и достижениях, на знаниях науки о человеке, нужно развиваться дальше. Пипец. Ну, мои слова, одним словом, против которых он что-то попукивал там на протяжении, там, не знаю, уже пары лет, наверное, периодически. Вот. Такие вот вещи возникают. То есть, понимаете, когда человек на эмоциях идет против здравого смысла, а потом, сам, переварив, все-таки поняв, что сам здравый смысл сам не присутствует, начинает излагать его точно так же, но для того, чтобы сохранить, сам, где лицо ведет себя не камильфо, нет бы написать там, извиниться, сказать там, да, неправ, Михаил, считаю, что вы правильно все говорили. Вот. Начинает хамить там, да. Вот это, в общем-то, неправильно. Но главное, что это позиции многих ортодоксов, на самом деле. Они вот такие вот упертые. Если они не дураки, ну, как правило, там все-таки не дураки, они понимают и весь смысл, и логику, и все понятно, и доказательная база. Но упертость вот эта, чтобы сохранить свое лицо, а также жалость по отношению к себе и к своему потраченному времени на то, что они там развивались в каком-то направлении, нежелание что-то менять, особенно когда долгие годы занимались, сами уже в возрасте находятся в определенном, там, пожилом, там, или зрелом, или старческом даже, и вот все, а возникает, значит, упертый вот это вот. Вообще непонятно, откуда она берется. Это берется, вне, в общем, это понятно, это берется из-за глупости. Глупость, правда, она не то, что человек, скажем, дурак, а просто она берется из-за глупости поведения социального. Когда человек не может не то, что лица потерять, а не может усмирить свою гордыню, даже понимая, что он абсолютно был неправ. Вот такие пироги. Ну ладно, друзья, если у вас вопросов нету, я на этом эфирсом заканчиваю. Передавайте всем знакомым привет. Обязательно подписывайтесь на мои каналы на Ютубе и в социальных сетях на сообщества «Боевые искусства», которые есть практически во всех социальных сетях. Ну и на мои аккаунты. Будем там встречаться, потому что записи этих эфиров выкладываются еще и в этих сообществах. До встречи!